всем привет совсем недавно когда я показывал что от вот такой маленькой полутора вольтовой батареечки светятся красные светодиоды без всяких премудростей ли без джоуль воров без самодельных смыкеров мне в ответку прилетел такой коммент что да это все знают да это так банально да от полутора вольтовой батареечки светятся красные диоды этому ерунда а засветить это нам пожалуйста сверх яркий светодиод от полутора вольтовой батареечки без особых ухищрений или с минимум конечно можно было запустить сверх яркий диод с помощью смыкера дросселя или же сделав какой-нибудь джоуль вор это уже было это уже не так интересно сегодня я хочу вам показать схему которая без особых премудростей может зажигать сверх яркие светодиоды чтобы вы убедились что этот светодиод действительно требует большего напряжения чем имеет вот эта батареечка давайте подключим приборы это не так сложно это не так трудно вольтметр хорошо видно я подключаю щупы вольтметра светодиоду и часто нам на него напряжение схема нам не помешает тем более что состоит она всего лишь из ключей конденсаторов и так минус плюс и батарейка которая способна зажечь этот светодиод горит он от не менее чем трех вольт поэтому я использую 3 вольтовый аккумулятор соблюдая полярность я прикасаюсь контакта чтобы провод не мешал и диодик нам было видно вот он горит вот свечение при напряжении 261 конечно достаточно такое не самое яркое но диод сверх яркий диод горит но горит от 3 вольт а мы решаем задачу как его зажечь под батареечки полтора вольта если я подам сейчас надо разрядить я так думаю конденсатор вот так если я подам напряжение с вот этой батареечки вот контакты минус к минусу плюс если на светодиод подать напряжение даже 166 и даже 17 вольта почти 2 вольта светится он не будет он на это не рассчитан так что шансов вот такой батареечки нет но не все так просто и не все так сложно давайте ребята посмотрим как можно увеличить напряжение с помощью конденсаторов это интересная схема которая будет полезна для понимания многими процессов в электроцепях что здесь есть два конденсатора вот они соединены они последовательно одна батарейка на полтора вольта и два ключа вот они эти два ключа вот этот конденсатор можно не ставить я его поставил чтобы просто сгладить свечение вот этого диода он имеет очень большую емкость долго заряжается но при этом зато нам видно как хорошо постепенно угасает и постепенно вспыхивает вот этот вот диодик от маленькой батареи что же происходит и как я это сделал а точнее что сделал я запустил с помощью полутора вольт небольшой вот такой умножитель так в первом цикле у нас вот эти вот ключи ручные переключатели заряжают вот этот конденсатор и заряжают они его до уровня батарейки как вы знаете батареечка у нас полтора вольта когда конденсатор зарядится естественно светодиод светиться не будет ему не хватит этого напряжения да и не проходит она через вот этот конденсатор теперь мы нажимаем кнопочку ключи переключаются в нижнее положение и начинают заряжать вот этот конденсатор нижний и что же происходит заряжены до полутора вольт верхний конденсатор и заряжены до полутора вольт нижний конденсатор в сумме дают три вольта эти три вольта заряжают мой вот этот конденсатор хотя его можно убрать можно сразу эти три вольта запускать на светодиод и он будет светиться и так это была теория а теперь практика как видите я соединял все элементы этой схемы просто скручивая проволоку кому-то это нравится кому-то не нравится можете все это собрать на макетной плате либо как я люблю разместить вот на таком чурбачке это тоже красиво смотрится но достаточно и того что она лежит на столе и может помочь нам провести этот нехитрый эксперимент и так я беру полутора вольтовую батареечку и подключаю к своей схеме у не горит но не все так просто пока что заряжается один конденсатор и вся схема практически не работает теперь я нажму кнопочки и буду заряжать нижний конденсатор разумеется лучше было применить вот такой вот свитч на шесть контактов и сделать схему на нем надежно он уж большой и надежный поэтому я сделал на двух вот таких они не столь удобно потому что одновременно нажимать их получается не очень но по крайней мере вы видели не только вспышки а даже то так зарядился вот этот вот конденсатор от батареечки в полтора вольта до уровня 173 можно больше вы видели там были и 2 вольта вот давайте еще раз его раскачаю от 2 вольта и если я продолжаю делать это в нужном темпе то светодиодик не только вспыхивает а еще начинает гореть постоянным светом вольта и вольта и Субтитры сделал DimaTorzok 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 А суммарное напряжение, зарядив параллельно еще вот этот вот конденсатор, высвечивает диод Суммарное напряжение этого и этого конденсатора равно сумме вот этих напряжений 3 Вольта Чего достаточно, чтобы светодиодик вспыхивал или же горел постоянно Если я сумею зарядить вот этот конденсатор достаточно быстро На этом все, пока, думаю вам было интересно, до следующих встреч